И сейчас мы запись, Илья, обязательно будет идти, наше вебинар. И поскольку мы уже поговорили с вами, почему нам выгодно торговать нефтью в среду, то сейчас уже мы вернемся к тому моменту, где мы с вами остановились. Это у нас отчет Министерства энергетики США. Эти данные мы получаем, я уже говорил, каждую среду. И сейчас по этим данным мы уже поговорим более подробно. То есть, что это за отчет и почему он нам интересен. Здесь необходимо отметить, что в структуру этого отчета входят 4 компонента. Это данные непосредственно по запасам сырой нефти. Также изменение запасов бензина и запаса дистиллиатов. И также изменение запасов сырой нефти в Кушнике. Есть такой терминал в Оклахомии. Это достаточно такой небольшой город. Население всего 8 тысяч человек. Но он интересен нам тем, что там расположены различные большие нефтехранилища. Также идут нефтепроводы. И, соответственно, этот центр достаточно такой серьезный. В Америке именно нефтяной центр. Поэтому здесь Семенэнерго также публикует данные по запасам нефти на терминале в Кушнике. И здесь необходимо отметить, что вроде бы мы имеем 4 показателя. И необходимо здесь уже поговорить о том, какие нам показатели более важны при торговле. И какие нам показатели уже второстепенные. И, соответственно, мы на это можем не обращать внимания. Здесь, на мой личный взгляд, по тому опыту, который у меня есть, я давно уже движусь с заработками нефти. В том числе и еженедельно наблюдаю за этими отчетами. И сам тоже понятную игрую. И я пришел к выводу, что из 4 показателей в первую очередь оказывают сильный влияние на рынок 2 показателя. Это именно у нас непосредственно данные по запасам сырой нефти отмененные. Это вот на текущем слайде самая верхняя строка. У нас ожидал рынок сокращение на 2,5 миллиона баррелей. Это вот значение 2300 со знаком минус. Средняя у нас получается коронка. И данные вышли лучше, чем был концепт прогноз. Запасы сократились на 4,2 миллиона баррелей. Это уже у нас правая коронка. И здесь, соответственно, получается, данные вышли хорошие для рынка нефти. И также, без необходимых внимания при анализе этого отчета, это уже на запасы бензина. Потому что бензин у нас традиционно используется при перевозках и также оказывает сильное влияние на инфляцию. Плюс изменение спроса на бензин показывает непосредственно нам дает опережающие сигналы по экономическому росту. Если спрос на бензин высокий, значит, у нас активно люди пользуются автомобилями. И, соответственно, значит, экономика у нас растет. И, например, когда спрос на бензин падает, значит, что-то у нас в экономике не то. Поэтому здесь индикатор запаса бензина, он, с одной стороны, как помогает понять, что у нас на рынке нефти по запасам, так и помогает понять, что у нас непосредственно в экономике. Если у нас экономический рост, то, соответственно, запасы бензина дальше будут сокращаться. То есть, допустим, там в среднесрочной, либо в долгосрочной перспективе. И, соответственно, если запасы сокращаются, то это хорошо для котировок, котировки растутся. И наоборот, когда запасы растут, то это плохо декоративный потенцировок и потенцировки падают. И здесь нам получается необходимо обучать внимание на эти два показателя, в первую очередь, и самые хорошие сигналы, это когда у нас два показателя, они подкают одинаковую динамику. Допустим, у нас запасы нефти сырой сократились, сократились и запасы бензина, значит, у нас хорошая тенденция, то есть можно ожидать, что это все положительно скажется на нефть, и нефть пойдет вверх, то есть котировки нефти будут расти. И наоборот, если у нас, допустим, запасы сырой нефти выросли, запасы бензина также выросли, то это уже плохо для котировок нефти, и, соответственно, котировки, скорее всего, пойдут вниз. И также необходимо отметить, что не всегда у нас так бывает, чтобы, допустим, запасы и нефти, и бензина одинаково одновременно не росли и снижались. Есть бывают ситуации, причем очень часто тоже, когда у нас разнонаправленная динамика, вот как, допустим, была накануне тенденция. У нас запасы сырой нефти сырой нефти сырой нефти есть чуть более 4 миллионов баррелей, и при этом запасы бензина выросли чуть более 2 миллионов баррелей. Вот такие тенденции тоже бывают. Сейчас мы с вами поговорим о том, как это все можно еще прогнозировать заранее. То есть вот мы можем торговать непосредственно по факту выхода данных. И также мы можем торговать заранее. То есть есть у нас два подхода при торговле по новостям. Либо мы входим после публикации новостей, допустим, вышли новости в 17.30 по Москве по запасам нефти. Мы с вами их прочитали, проанализировали и уже приняли решение. Допустим, либо мы нажимаем на кнопку «Бай», либо на кнопку «Бай». И, допустим, наоборот. Можем придавать до публикации данных и, соответственно, тем самым действовать на опережение. На опережение, когда мы действуем, здесь мы можем заработать больше, поскольку мы входим до отчета. И, соответственно, мы, когда у нас реакция началась, уже первая реакция, то мы находимся в позиции, и, соответственно, мы можем больше заработать. Но также мы можем и больше потерять, поскольку мы, скажем так, немного рискуем, поскольку мы входим до данных и, соответственно, здесь, если мы вошли, допустим, вверх, а у нас данные плохие, то цены упали, мы тем самым получили убыток. Поэтому здесь, соответственно, все уже на ваше рассмотрение. Все мы трейдеры разные. Кто-то, допустим, любит заходить пораньше и, соответственно, хочет заработать побольше, но и готов немножко рискнуть. Кто-то, допустим, не хочет рисковать, он более консервативный трейдер, и он предпочитает дождаться уже данных и после этого уже принять решение. И вот сегодня об этих двух форматах торговли мы поговорим и начнем с первого формата. Это у нас отчет от API. Александр, что касается ссылки по API, то смотрите, вы можете написать в поисковике API, американский поисковик нефти, и попадете на их сайт, там все данные есть. Можно сделать следующим образом, зайти на наш сайт, в раздел «Комендарь событий», там также есть отчеты от API. Отчеты от API публикуются каждый вторник, то есть накануне данных от Министерства энергетики. Поэтому вы уже, допустим, в среду проснулись, или если вам не спится, то уже поздно вечером во вторник, отчет публикуется поздно вечером, после 11 часов, даже получается 23.00 по московскому времени, после этого времени, где-то примерно в полночь в Москве со вторника на среду публикуется этот отчет, отчет от Министерства энергии 17.30. Таким образом, мы с вами уже примерно за 17 часов с половиной до данных от Министерства энергии имеем опережающий такой индикатор. И, соответственно, в «Комендарь событий» есть этот отчет, и вы все цифры можете посмотреть, либо зайти на их сайт, прямо в поисковике API напишите, и попадете на их сайт. Так вот, здесь я вам предлагаю посмотреть на текущий график, здесь я взял выборку за последние три месяца, и здесь мы можем посмотреть, как у нас коррелируют данные от API с данными от Министерства. Можно, конечно, построить тем более такой длительный таймфрейм, в целом там тенденция та же самая, и я не стал строить длинные графики, и вот взял тенденцию за последние три месяца. И здесь мы с вами видим, что тенденция у нас прямая, то есть корреляция прямая, достаточно сильная. За редким исключением, было вот исключение небольшое в апреле и в мае, когда у нас данные немножко расходились, но тенденция у нас, как мы видим, достаточно сильная. Причем даже были вот в левой части графика, если мы посмотрим, у нас практически цифра в цифру совпадает, и данные от API, и данные по Мининерго. Поэтому здесь мы получаем опережающий индикатор, опережающий сигнал. То есть мы с вами, допустим, во вторник вечером, либо уже в среду утром проснулись, включили календарь событий и смотрим, допустим, отчет от API показывает на то, что у нас запасы нефти у нас сократились. Соответственно, нам это сигнал какой? Нам это сигнал на то, что у нас может быть, соответственно, такой же примерно отчет по Мининерго. Здесь мы видим, что реакция очень сильная, за редким исключением. Но всегда необходимо понимать, что 100% реакции у нас не бывает. Всегда есть исключения, как это у нас, какая всего, в каждом правиле есть исключения. Поэтому ничего страшного в этом нет. 100% моделей у нас нет вообще нигде в природе. И поэтому такая модель, она очень сильная, мы ее можем использовать. И, соответственно, если мы видим, допустим, от API хороший отсчет, то есть мы с вами видим данные, допустим, на сокращение запасов, то уже мы с вами можем остраиваться на то, что такие же примерно данные будут по Мининерго. Соответственно, если запасы сокращаются, это хорошо для котировок. Таким образом, мы с вами можем зайти уже даже в среду перед новостями и, соответственно, занять позицию и уже ждать отчет от Мининерго, если все сходится, тогда у нас будет рост котировок. Рост котировок у нас может быть какой? У нас может быть рост котировок либо очень сильный, либо такой умеренный. Соответственно, здесь можно поступить также двумя вариантами. Так, что нам делать с этой позицией. Допустим, мы открыли позицию, вот у нас, если мы, допустим, говорим уже непосредственно по API, то вот у нас были накануны данные, 18.30 от Мининерго. И как раз во вторник, уже поздно вечером, ближе к полуночи, вышли данные непосредственно от API. И здесь по API у нас данные вышли хорошие, запасы нефти сократились, причем здесь сокращение было достаточно такого хорошие, чуть более миллиона баррелей, показал отчеты от API. И, соответственно, это было хорошо воспринято, потому что по Мининерго, по консенсусу прогнозов рынок ожидал, что запасы вырастут. То есть был консенсус прогноза, Bloomberg и Reuters, есть два таких известных агентства. они еженедельно опрашивают участников рынка, экономистов и, скажем так, других уважаемых экспертов на предмет того, что каким они ожидают уровень запасов по Мининерго. И здесь консенсус прогноз, то есть все прогнозы склабливаются, делятся на число опрошенных экспертов и получается среднее такое значение. И здесь мы с вами видим, что у нас по опросу по Мининерго, по консенсусу прогнозу было ожидание роста запасов около миллиона баррелей. API показал то, что запасы сократились на 1,1 миллиона баррелей. То есть API указал на то, что можно жить хороших данных. То есть рынок закладывался стал на то, что данные будут плохие и запасы в этом. А API показал на хорошие данные. Соответственно, получается это вдвойне хорошо для рынка, потому что это неожиданная такая новость. Неожиданная, приятная новость. Соответственно, на вот такие неожиданно приятные новости рынок реагирует в большей степени, потому что если новость неожиданная, то соответственно реакция сильная. Если новость ожидаемая, допустим, ожидали по консенсусу прогноза сокращения запасов на 1,1 миллион баррелей и такая вот эта цифра у нас вышла, то здесь реакция может быть минимальная, а может быть даже и обратная. То есть могут котировки развернуться. Поэтому новость была приятная, такая неожиданность, и, соответственно, здесь уже мы, допустим, во вторник поздно вечера, когда эти данные вышли, либо, допустим, в среду утром, мы могли бы с вами открыть позицию по нефти на покупку. И тем самым рассчитывать на то, что рост котировок у нас будет продолжаться. Вот, допустим, если мы посмотрим на то, как у нас открылась европейская торговая сессия в среду, то у нас по бренде котировки были на отметке 49 долларов 69 центов накануне. И минимум у нас было 49,34, то есть чуть более 30 центов у нас был откат, он открылся европейские сессии, и затем уже рынок пошел нет. Таким образом, если, допустим, мы с вами бы действовали на опережение, то мы могли сыграть на отчете от API и таким образом открыть позицию и ждать, что у нас будет рост котировок. И вот даже если, допустим, мы бы открыли позицию просто за открытие европейской сессии, мы сейчас не говорим ни об уровне поддержки, ни о сопротивлении, допустим, не говорим о других индикаторах теханализов, где можно было бы получше войти и так далее. Просто вот берем такой абстрактный пример, то есть мы с вами обычные такие люди, которые ничего не знают в теханализе и просто вот увидели, услышали, прочитали, что API опубликовал хорошие данные. Рынок ожидал плохих, API указывает на хорошие данные. Мы с вами знаем, что корреляция очень сильная, за это исключение. Мы принимаем решение, что рынок это будет отыгрывать в сторону роста и, соответственно, на это нам надо заработать. Мы с вами на этом можем заработать, не надо заработать. И просто вот открылись торги в Европе, это в 9 часов по Москве, открываются торги в Атран, Курте, Париже, континентальная Европа и в 10 часов по Москве Логан. И, допустим, вот мы также проснулись с вами и открываем позицию 49.69 и у нас в среду торги на экономе закрылись на отметке 50 долларов 27 центов. То есть мы с вами смогли заработать чуть более полудоллара. То есть чуть более полудоллара это у нас уже получается чуть более 1 процента. То есть 1 процент, это вообще даже без пинчей брать. Если брать, соответственно, небольшое плечо, то уже, соответственно, умножаемое отключение. То есть там мы на отметке плечо, соответственно, 5 процентов мы могли бы взять, а то есть уходит и позиция. Вот так можно действовать, соответственно, на опережение. То есть смотрим на данные от API и, соответственно, принимаем решение уже по тому, что нам говорит API. И здесь еще одно небольшое важное замечание. В первую очередь рынок будет хорошо реагировать на те новости, которые, как я уже говорил, неожиданные. То есть, допустим, рынок ожидает по концепции прогноза роста, API показал снижение или наоборот. Рынок ожидает снижения, API показал рост, причем очень сильный. Соответственно, рынок на это будет реагировать и даже до выхода данных, и после выхода данных. Поэтому вот такие у нас есть сигналы по API, сигналы опережающие. То есть мы с вами можем открывать позицию до непосредственно отчета. И, соответственно, здесь уже смотрите на ваше личное усмотрение. Либо вы торгуете абсолютно все сигналы API, которые у нас публикуются. То есть API хорошие данные покупаем в среду утром и там уже позиции корректируем. Либо, допустим, закрываем позицию с небольшим профитом, либо ждем более большого профита. Либо, допустим, закрываем те позиции на тех новостях, когда у нас расхождение. Допустим, расхождение в чем? Если выражаться языком терминологии и технического анализа, то это своего рода дивергенция, расхождение. И вот если мы посмотрим на тех анализа дивергенции, то еще сигналы, то же самое можно применить и к анализу фундаментального, к анализу новостей. То есть дивергенции здесь в данном случае ожидают плохих новостей, мы видим, хорошие и наоборот. Поэтому здесь уже все на ваше личное усмотрение. Соответственно, когда у нас ожидают плохих новостей, а выходят хорошие и наоборот, таких новостей у нас все-таки меньше, чем, допустим, просто каждую неделю по API торговать. Но такие новости более качественные, но их, соответственно, меньше. То есть здесь реже, но покачественнее. Либо, например, торговать каждый отчет по API, и там уже также на этом зарабатывать, но там также будут и ложные сигналы. Поэтому здесь все на ваше личное усмотрение. Кому что подходит, тот так и может делать. Кто-то все подряд может торговать, а кто-то, например, только ждать именно таких вот дивергенций. Поговорили мы по API, теперь поговорим непосредственно о том, как же нам уже торговать, когда непосредственно вот сами эти отчеты. То есть мы сейчас поговорили о том, как можно заранее торговать. И теперь мы поговорим о том, как уже торговать после того, как данные появились. И на что прищет внимание, и как это все можно использовать на свое, скажем так, усмотрение, чтобы на этом все заработать. Так, не нашел, а вон по ссылке, которую просто не увидел. Роман, благодарю вас за комментарии. Я тогда обязательно посмотрю, почему у нас такого отчета не было опубликовано. Но в целом, если есть возможности, также можно посмотреть и на других календарях эти цифры по API. Либо, как я уже говорил, заходите на сам сайт, API, там у них есть не только цифры, но также есть и различные графики и так далее и тому подобное. То есть я вот обычно все-таки предпочитаю работать с первоисточником, допустим, заходить на сами сайты, допустим, ФРС, API, там банк, Англия и так далее, и ЦБ. Там уже искать информацию, потому что там можно много чего интересного найти для себя, и познавательного, и в том числе полезной информации, чтобы на этом заработать. Поэтому на API, на самом сайте, есть очень много интересных информаций для нас. Там достаточно много нужно времени, чтобы ее найти. Все это можно сделать буквально за 2-3 минуты, и все, что необходимо, можно для себя уже найти. И вот, поскольку мы с вами поговорили о том, как можно заранее действовать, теперь поговорим о том, как уже действует по факту. То есть мы с вами, значит, дождались среды, среда у нас наступила. Представляем, что мы находимся сегодня не четверг, 26 мая, а вот среда у нас 25 мая. Сейчас, образно, перемещемся на сутки назад, у нас 17.38 по Москве, но не четверг, а среда. Получили мы с вами данные от Миномерта, официальный орган статистики. То есть API – это у нас частная организация, это Институт Американский институт нефти. Это не государственный орган, соответственно, эти данные, они получаются неофициально. Это у нас опережающий индикатор, мы его можем использовать и на свое усмотрение для того, чтобы на этом зарабатывать и у фактовых рынок. Либо мы можем это не использовать, потому что это не государственная организация, а частная, и, соответственно, дождаться уже сигналов от государственного органа статистики, от Минэнерго. И здесь мы с вами видим, что у нас вышли следующие данные. Данные по запасу сырой нефти. Первая строка, в правой части графика вы видите круг, что она высыпает, как раз я выделил то, на что нам необходимо ответить внимание. То есть, как я уже говорил, у нас 4 показателя важных. Это запасы сырой нефти, запасы дистиллятора, бензина и запасы нефти в кушинге, в терминале, в аквахон. И, в первую очередь, мы смотрим на 2. В идеале, конечно, вот прям такая вообще идеальная ситуация, когда у нас все 4 сырка, они показывают одну тенденцию, допустим, либо сильно вынесли, либо сильно упали. И это вот хорошая такая деятельность. Но такое бывает очень редко, и такого можно очень долго ждать и удождаться, забросить это дело. Поэтому идеальные ситуации, конечно, хороши, но в первую очередь, нам необходимо понимать, как она может заработать. И вот 2 показателя, как я уже говорил, это сырая нефти и бензин. Это важный индикатор, и мы на них теперь очень внимательно внимаем. Остальное для нас уже вторично. Потому что в календаре событий у нас очень много новостей. И если мы за всем будем смотреть, все будем анализировать, все будем как-то пытаться торговать, то мы, наверное, сойдем с ума, и нас, наверное, придется лечить в специальных лечебных учреждениях. Поэтому, чтобы до этого дела не доходило, мы выбираем только важные новости и, соответственно, их анализируем и торгуем. Таких важных новостей у нас немного, и вот, соответственно, в этом отчете нас интересуют два показателя. Вот даже здесь мы видим, в первую часть являются какие-то вот звездочки, это по степени влажности. Две звезды – это вот данные по запасам от Минэнергии. Здесь почему две звезды, допустим, они три? Потому что календарь событий, в первую очередь, заточен именно на валютный рынок, а, соответственно, получается, для валютного рынка это вот две звезды. А вот для рынка нефти это уже все три звезды или даже там больше, четыре истериок, наверное, если так можно выразиться. Эта новость очень важна, именно для рынка нефти. И, соответственно, здесь мы видим два показателя. Показатели, если мы посмотрим на них, то они нам указывают на то, что, уважаемые коллеги, наше извинение, я немножко ошибся при данном календаре. Сейчас мы рассматриваем ситуацию не, которая у нас была накануне, а эту ситуацию мы рассмотрим чуть позже. Здесь немного другие цифры, и сейчас я об этом расскажу более подробно. По вчерашнему отчету мы чуть-чуть попозже поговорим. Это у нас цифры, которые были в первой половине мая месяца. И вот здесь мы с вами видим, что у нас два показателя, и они демонстрируют одинаковую тенденцию. Они демонстрируют тенденцию негативную. То есть мы с вами видим вверху, что у нас выросли запасы сырой нефти, это у нас с объектом показателя, отметка 2,7 миллиона баррелей. Ну, там получается 2,78 миллиона баррелей. И запасы выросли, причем концепцию прогноза был всего лишь 600 тысяч или 0,6 миллиона. То есть рынок ожидал, в принципе, что запасы выросли, но жена не так сильно. В итоге запасы сильно выросли. Посмотрим на второй важный индикатор, это у нас запасы бензина. Запасы бензина также выросли чуть более полумиллиона баррелей, 536 тысяч баррелей. Запасы увеличились. То есть это нам о чем говорит? Это нам говорит о том, что у нас получается и рост запасов нефти, и рост запасов бензина. Это говорит нам о том, что это плохо для рынка нефти. Плохо для котировок, потому что если запасы растут, значит спрос низкий, а если спрос низкий, значит цена падает. И наоборот, когда запасы падают, значит спрос высокий, спрос высокий, цена растет. То есть вот базовый закон экономики, закон спроса и предложения. Здесь, в принципе, в целом все элементарно, ничего такого здесь сложного нет. Поэтому запасы выросли, значит спрос уменьшился. Спрос уменьшился, значит это плохо для котировок. Теперь смотрим, что у нас было на графике в это время. То есть мы с вами говорили, что нам необходимо какие-то сигналы иметь, чтобы и запасы нефти, и запасы бензина либо одинаково росли, либо одинаково снижались. Если разные тенденции, то это сигнал уже такой смешанный и не совсем хороший. Теперь смотрим на график на нефть марки Brent. Можно смотреть на нефть марки WTI, там та же самая тенденция, только ценники разные. Я просто вот торгую Brent и вот всегда в своих обзорах про Brent говорю. Но WTI, там та же самая тенденция, здесь ничего у нас не изменилось. Так, у вас таблица запаса бензина уменьшилась. Вернемся к нашей таблице. Елена, простите, Людмила. Людмила, смотрите, запасы бензина не уменьшились, они наоборот выросли, 536. То есть, если вы имеете в виду о том, что в предыдущую неделю было 1600, 1608 тысяч баррелей, то есть именно 6 миллионов, то здесь уже 536 тысяч, значит, запасы уменьшились. Нет, запасы бензина выросли. Просто они выросли чуть меньше, чем на предыдущей неделе, но все равно они выросли. Запасы уменьшились, это если у нас знак минус стоит перед цифрой. То есть, вот здесь мы видим, что знака минуса нет. Ни по сырой нефти, ни по бензину запасы в этом таблице у нас выросли. Так, там уже показывают о том, что сократился. Роман, смотрите, где у нас здесь показалось. Сократился это значение со знаком минус. Это у нас данные, сейчас скажу, чтобы нам не путаться, данные за 4 мая. То есть, вот первая среда текущего месяца, 4 мая, это у нас данные по этому отчету по рынку нефти. Мы сейчас об этом говорим. Вот у нас 4 мая вышли данные, запасы и нефти, и бензина выросли. Поэтому получается, это плохо для котировок нефти. И вот здесь мы с вами уже видим на графике, что у нас произошло. Вот у нас 4 мая, и вот здесь у нас стрелка черного цвета показывает именно эта свечка 30-минутная, где у нас был опубликован отчет. Отчет 15 часов 30 минут, и после этого мы с вами видим реакцию, то есть котировки пошли вниз. То есть, реакция верная у нас была, и, соответственно, здесь у нас получается все правильно. То есть, рынок пошел так, как он и должен был пойти, поскольку и запасы бензина, и запасы сырой нефти выросли. Соответственно, если бы у нас был знак минус перед цифрами по запасам нефти, или по запасам бензина, тогда получается это сокращение запасов. А у нас нигде знака минуса не было, везде у нас была отмечена именно рост. Соответственно, мы с вами видим, что вот у нас 4 мая, мы могли с вами заработать. То есть, мы с вами могли, допустим, получить этот отчет 4 мая, 17 часов 30 минут, посмотрели на эти цифры, подумали некоторое время, допустим, не обязательно, что мы прям сразу вот такие, мы прям роботы, прям раз, быстро, оперативно нажали, и все у нас получилось. Нет, не всегда такое бывает. А бывает, что, допустим, мы пока почитали, бывает новость немножко задерживается, то есть, новости на английском сразу поступают, а потом переводится на русский, бывает с небольшим опозданием. Поэтому, даже если мы вошли не сразу там в 17.31, а с небольшой задержкой, мы отпустим в 17.35, то есть, все равно мы могли бы на этом заработать, потому что вот здесь у нас таймфрейм 30 минут, и мы с вами видим, что у нас несколько свитчей, то есть, получается, раз, два, три свитча снижения, потом небольшая свитча роста, потом еще пятая свитча снижения. То есть, получается, у нас реакция была в течение, и потом еще было, ну, в минимум, то есть, 3 часа у нас была реакция. Соответственно, в ходу объекту, даже если не сразу, хотя бы там чуть попозже, но мы все равно могли зайти, и могли на этом заработать в течение вот 4 мая, то есть, этот отчет у нас был опубликован в текущем месяце. Сегодня мы говорим именно о тех отчетах, которые были опубликованы в мае месяце. Потом сейчас поговорим уже, это мы с вами разобрали сигнал на продажу, то есть, как можно смотреть на отчеты от Минэнерго и принимать сигналы продажи. Теперь поговорим о сигналах на покупку, то есть, что мы должны получить в этом отчете, чтобы нам нужно было открыть позицию БАР, то есть, что нам необходимо. И вот как раз здесь мы уже, мы уже обращаемся к нашему слайду, здесь у нас слайд из коллега событий, и вот мы с вами как раз и видим, у нас среда, 11 мая, данные на часах 30 минут, и вот мы с вами видим, значит, верхняя строка, это запас инъекций, и вот здесь вы видите уже значение со знаком минус, чуть более 3 миллионов баррелей сокращения, и также мы с вами видим третью строчку на текущем слайде, это уже данные по запасам бензина. Здесь мы с вами тоже видим значение со знаком минус, минус 1,2 миллиона баррелей, или, допустим, 1200-1000 баррелей у нас получается. То есть, оба значения со знаком минус, а поэтому получается, что у нас в итоге, мы в итоге видим, что запасы у нас получается сократились, и запасы нефти, и запасы бензина. То есть, если мы видим значение обоих показательных со знаком минус, запасы сократились, значит, это что нам говорят? Это нам говорят о том, что спрос увеличивается. Спрос увеличивается, вспоминает школу, старшие классы, когда нам на уроках экономики еще в школе, всем нам рассказывали, что есть закон спроса и предложения, спрос высокий, цена растет, спрос низкий, цена снижается. Соответственно, мы с вами, получается, вспомнили этот закон, вернулись немножко вот в эту школьную эпоху, и мы с вами делали вывод о том, что, значит, это хорошо для котировок, цена будет расти, раз спрос начинает увеличиваться. Соответственно, что нам необходимо делать? Нам необходимо открывать позицию байта, то есть в нашем торговом терминале нажимать на кнопку бай и покупать нефть. И теперь посмотрим, что у нас было 11 мая. 11 мая здесь у нас, вот мы с вами видим рост котировок, здесь как раз у нас вот стрелка черного цвета, как раз именно вот на эту наведена свечка 30-минутная, где была публикована отчет. То есть очень сильная такая реакция в первые 30 минут. И необходимо отвечать, что, опять же, реакция была не в течение 30 минут, а реакция была в течение нескольких часов, и на следующий день она продолжилась. То есть она продолжалась, и, соответственно, здесь получается, если вы опять, допустим, берем такой пример, самый плохой для нас, допустим, мы с вами даже не успели с 13-30 включить наш торговый терминал, ну вот не смогли мы, допустим, этого сделать по каким-то причинам, опоздали мы, допустим. И тогда получается у нас с вами такая ситуация, что мы, допустим, условно, такой пример, включили не в 17-30, а в 17-40. Уже мы с вами видим, что реакция есть, котировки сильно выросли, и у нас тут сомнения вроде бы войти, не войти в позицию, а может уже родная побежала от нас. Но, как мы с вами видим, вот на текущем графике, то есть реакция была, конечно, в первые 30 минут она самая сильная, дальше уже меньше, но все равно заработать можно было. Здесь самое главное, что получить? Здесь самое главное, не жальничать, потому что обычно бывает так, вот, допустим, опоздали мы к новости, очень поздно вошли, и теперь мы видим, что у нас позиция уже в плюсе через некоторое время, и здесь самая главная проблема абсолютно любого трейдера, такое было у меня и у вас, я думаю, такое было, это было у всех, потому что все мы трейдеры одинаковые, все мы живые люди, здесь уже возникает желание такое подождать, еще побольше прибыли, то есть жадость, банальная жадность. И вот, получается, здесь мы как можем, допустим, плохо использовать этот сигнал только лишь в одном случае, если будем жальничать. То есть поставим для себя заоблачные цели, очень высокие цели, там, захотим много заработать, и тогда уже, да, мы можем совсем это все дело загубить. Поэтому здесь самое главное не жальничать. Если вошли нормально по фактовых данных, тогда можно неплохо заработать, хороший профиль получить, если, допустим, опоздали, там, минут на 10-20, тогда здесь уже лучше не жальничать. То есть здесь тогда уже нужно понимать, что не нужно большие цели ставить. То есть поставили умиленный профиль, допустим, там, 1%, это вот у нас по низной котировке 50 долларов, то 1% это 50 центов. Вот, допустим, поставили такую цель 1%, если там 45-45 центов, то есть на калькуляторе посчитали, либо у меня посчитали, здесь вычислили такое несложное, и, соответственно, поставили, допустим, 1%, взяли его, закрыли и выключили терминал, и тем самым вы их плюсы. Соответственно, если мы этот случай рассматриваем, если, допустим, мы сложно вошли, то есть опоздали каким-то причинам, были, допустим, мы смотрели отчет в главных публикации данных, но мы сомневались, а будет ли акция правильная или будет, допустим, какие-то сомнения у нас были, думали, сидели минут 20, потом вдруг созрели мы в разделке, поэтому здесь вот такая рекомендация не жадишь, это самое главное. И сейчас вот еще вернемся назад немножко на предыдущий слайд, и чтобы я хотел обратить ваше внимание, вот по текущему сигналу, который был один из ствола, и он, с одной стороны, хороший, вот мы с вами видим, запасы сократились, бензин и нефти, составка минус, реакция правильная, все хорошо, но здесь еще, что обратить внимание, необходимо также, вот здесь посмотрите у нас на данные по прогнозу, прогнозу, вот прогноз, допустим, по запасам сырой нефти, вот не умерли, сарвердная строка, 750 тысяч баррелей, и запасы роста получается, и запасы бензина у нас ожидали с значительных запасов на 500 тысяч баррелей, и здесь на что получается, и тот и тот показатель вышли в лучший консенсус прогноза, хорошая такая тенденция, что выходит в лучший консенсус прогноза, но вот здесь, поскольку в первую очередь нас интересуют именно данные по запасам сырой нефти, то есть из этих вот двух ключевых, скажем так, если в процентах, это временология выражаться, то 60% это запасы нефти, а 40% оставшихся это запасы бензина, поэтому номер один из этих двух индикаторов, это именно запасы нефти, поэтому здесь смотрите, какая интересная ситуация, у нас рынок ожидал, что запасы вырастут, на 750 тысяч, вы видите в игроке прогноз, а у нас запасы сократились, причем сократились они не просто, какие-то там 10 тысяч, 20 тысяч, это небольшая величина, запасы сократились, причем очень существенно, почти 3,5 миллиона баррелей, 3,4 миллиона баррелей, это очень высокая такая отметка, соответственно, получается, это что у нас для рынка, это приятно, неожиданно, Рынок ожидает, что запасы вырастут, это плохо. А в итоге данные вышли хорошие, причем очень хорошие, очень сильные. Соответственно, новость такая неожиданная. И, соответственно, как рынок реагирует к неожиданности, он реагирует более сильнее. И вот если мы уже обратимся опять к графику, то мы с вами здесь видим, что у нас на графике. Мы видим, что у нас была реакция и в среду, 11 мая, и на следующий день, 12 мая, также тенденция вверх продолжилась. То есть мы, соответственно, можем сделать вывод, что тенденция будет продолжаться, допустим, не несколько часов, как вот в случае с 4 мая, когда у нас тенденция была, там, 3 часа продолжалась. А тенденция может продолжаться, допустим, на следующий день, четверг, и, возможно, даже пятницу до конца недели, до выходных. Поэтому здесь также можно позицию удерживать в том числе. Тогда здесь, чтобы не рисковать сильно, тогда здесь уже 100% перевести в точку открытия без убыток, чтобы уже ничем не рисковать, тогда можно позицию удержать уже, допустим, в четверг. Тем самым рассчитывая на то, что тенденция будет продолжаться в четверг, и, соответственно, на этом мы с вами сможем получить более высокий доход. Так, поступили вопросы. Почему-то на красным светом есть ли хорошие новости? Муран, я говорю за вопросы. Здесь просто так устроен пример событий, вы не пугаетесь. Здесь, как устроен пример событий, если у нас получается данные со знаком минус в календаре событий, то они отображаются красным светом. И вот конца прогнозу. Поэтому здесь вот конец событий он устроен именно под все новости абсолютно. И получается у нас как? У нас все новости, они если со знаком минус, то это плохие. Кроме вот именно новостей по рынку нефти. Здесь по рынку нефти наоборот кондиция. Если новость со знаком минус – это хорошо. Поэтому вот календарь событий настроен на такой формат, поэтому получается, что, допустим, 99 новостей со знаком минус – это плохие, и только лишь одна порывка у нефти – это хорошая. Поэтому календарь именно в таком формате настроен. То есть невозможно его настроить, чтобы, допустим, был такой фильтр для этого отдельно, для того отдельно. Вот такого фильтра здесь нет и вот здесь такая тенденция. Поэтому этого не пугайтесь света. Вам важен не цвет. Вам важно что? Вам важно смотреть просто на цифры. То есть какой цвет будет абсолютно все равно – красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый – это вообще вторично. Но нам важны именно цифры. Нам цифры нужны либо сильные, либо слабые. Соответственно, вот мы по этому делу и торгуем. Поэтому на цветы смотрите. И теперь уже тогда поговорим по отчету, который у нас был накануне. Это у нас отчет уже по Минэнерго, который был опубликован накануне, 25 мая. И вот здесь тоже необходимо об этом поговорить. Смотрите, здесь у нас были две цифры опять нам интересные опубликованы. Они публикуются каждую неделю. И здесь мы с вами видим, что цифры разные. Смотрите, первые цифры – это значит данные по запасам сравнения технических Минэнерго минус 4226 баррелей или чуть более 4 миллионов баррелей. Запасы сократились. Это лучший консенсус прогноза, это хорошо. Но при этом запасы бензина, что мы видим? Запасы бензина выросли. Более 2 тысяч баррелей или более 2 миллионов баррелей. Соответственно, здесь мы получаем такую смешанную тенденцию. До этого мы с вами говорили, что у нас и запасы нефти, и запасы у нас бензина, они либо одновременно росли, либо одновременно сокращались. И мы с вами говорили, соответственно, либо покупаем, либо продаем. Теперь у нас тенденция разно направлена. Запасы сырой нефти сократились, запасы бензина выросли. Что в этом случае делать? В этом случае мы с вами вот смотрим на график, и мы с вами видим, что у нас была в целом и такая смешанная реакция. То есть сначала рынок продавили вниз, потом рынок пошли давить наверх, и в итоге у нас и вверх, и вниз сходили. То есть тенденция разнонаправленная, и рынок не знал, что ему выбрать. Он сначала вниз сходил, вот здесь, где у нас изображена стрелка черного света, как раз этого свеча публикации данных 30-минутные. Сначала первую свечку вниз, мы видим и реже, а потом уже рынок пошел вверх. И в итоге опять продолжал расти сегодня в четверг. Поэтому здесь, получается, уже у нас такая тенденция смешанная. И здесь уже можно действовать следующим образом, можно уже действовать на ваше личное усмотрение. Если, допустим, такие у нас данные вышли, тогда мы с вами можем сделать вывод о том, что у нас будет определенная волатильность. Рынок может вверх и вниз сходить, тогда, соответственно, можно скальпировать. Если вы понимаете методику скальпинга, как ей пользоваться, тогда уже можно скальпировать и на этом зарабатывать. Если же вы, допустим, не скальпер, тогда здесь получается лучше ничего не делать, потому что непонятно, на чем будет рынок фокусироваться. Либо на отчете, который по запасам нефти хороший, либо на отчете по запасам бензина. Потому что, может быть, и так, и так. Может быть, реакция и такая, и такая. Допустим, очень часто так бывает. Вот в средствах массовой информации или там на новостных сайтах пишут, что запасы сырой нефти сократились. Это хорошо для рынка нефти, но при этом рынок нефти упал, потому что инвесторы стали обращать внимание на то, что запасы бензина выросли. Или наоборот, допустим, запасы бензина сократились, запасы нефти выросли, и вот рынок на это обратил внимание. То есть, поэтому здесь получается такой сигнал смешанный и, соответственно, здесь уже торговать можно только по технике, причем по технике на коротких интервалах, там, допустим, на 5-минутках либо даже на минутках. Соответственно, это уже здесь не формат именно о торговле по отчету. Это уже больше такой скальпинговский формат, и, соответственно, кому-то он подходит, кому-то нет. Поэтому здесь, получается, лучше такие сигналы пропускать. И вот, соответственно, если все это продолжить, то уже можно сделать вывод, что у нас либо мы можем действовать заранее, то есть торговать по отчетам от API, либо мы можем торговать уже по факту выхода данных. Данные получили, посмотрели на цифры. Если у нас, допустим, и выросли запасы нефти, и запасы бензина, это плохо, значит сигналы сейла. Если и запасы нефти, и запасы бензина сократились, это хорошо, это сигнал убает. Вот такие у нас сигналы можно торговать по отчету в отмене «Энерго» каждую сервису на часах 30 минут. И время наше дня подходит к завершению. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, кому что-то непонятно, и я на них с удовольствием отмечу. Так, победил, не понял, там же показалось о том, что сократилось... А, так, я на вопрос я уже ответил. Так, на вопрос Крова Красвета уже ответил. Пока что вопросов нет. Пока вопросов нет, и вы их пишете, я тогда сделаю большой анонс. На будущей неделе мы с вами встречаемся в четверг. У нас тематические вебинары, также у нас вебинары ежедневные, а скандинга по пятницу в 10.30 утром по московскому времени. Приглашаю всех принимать участие в этих вебинарах. Мы обсуждаем различные инструменты, ежедневные прогнозы, вебинары очень интересные. И на будущей неделе у нас вебинар в четверг следующий. Мы проведем вебинар по китайскому юану. Такая у нас редкая, даже экзотическая валютная пара. И тоже интересная для торговой. Там есть хорошая, интересная инвестиционная идея, как можно будет заработать, как, допустим, срочно, как и среднесрочно. Среднесрочно, в течение всего лета такая вот идея. И вот о том, что это за идея, как она это может заработать, почему эта идея возникла, и почему именно, допустим, на данной валютной паре доллар американский и лайн китайский. И в чем здесь, скажем так, сама суть этой идеи. И вот все эти вопросы мы рассмотрим на следующей неделе, в четверг, 2 июня, в 17 часов ровно по Москве заранее такой анонс. Поэтому приходите, и мы проведем с вами очень интересный вебинар. Так, по глобальным вебинарам есть информация. Роман, благодарю вас за обратную связь. Я получаю от вас пожелания, и мы об этом подумаем, как можно будет сделать в нашей компании. И тогда уже, когда будет принято решение, я обязательно вам об этом сообщу. Также, вчера, к сожалению, забыл записать ваши контакты. Вы мне здесь в чат-то демайл скидывали. Можете, напишите, пожалуйста, также еще раз. Можно в личку, если вы не хотите, в общий чат или в общий чат, чтобы так же была с вами связь. Так, на какой цене планируете разворот по нефти? Андрей, благодарю вас за вопрос. Вы знаете, на мой взгляд, разворот по нефти должен быть вот прям вот-вот-вот-вот с минуты на минуту, с дня на день. И я думаю, что, если вот такое уже более глобальное пройдет по нефти, то, на мой взгляд, есть два сценария по нефти. Эти оба, два сценария, они вниз. Вниз либо очень так сильно, либо умеренно. Допустим, если отталкиваться от первого сценария, что у нас, допустим, мы будем немножко снижаться, здесь идея в том, что, допустим, вот мы видели минимум по нефти, 27,5 долларов за баррель по бренду. Второй половине января, 20 числа это было. И тогда мы, допустим, делаем вывод, что вроде бы все в мире стабилизировалось, там и добыча начинает снижаться, и исландская компания в штатах банкротится, и вроде бы, так хуже, бедно кто-то договорился о заморозке, кто-то не поддержал, в итоге вроде бы не договорились, но кто-то соблюдает. Такие вот абстрактные поддержки есть, и мы делаем вывод о том, что все, у нас больше не будет снижения, тогда у нас начинается такой долгосрочный тренд вверх. Почему долгосрочный? Потому что у нас товарный рынок движется 9-летними циклами, плюс-минус, конечно, там год, может быть, в обе стороны отклонения, но обычно мы 9-летние, то есть до этого мы росли с конца 98-го по середину 2008-го, то есть там был 9,5 лет у нас цикл вверх предыдущий, сейчас мы с середины 2008-го снижаемся, сейчас у нас с середины 2016-го, то есть 8 лет уже, и таким образом мы делаем вывод, что вот плюс-минус 8-9 лет у нас все, тренд весь завершился, мы тогда в основном году были почти 150 долларов по бренд, сейчас вот у нас в недвале было 27,5, все, хватит уже. И теперь мы вошли вот в эту фазу, там 8-9 лет долгосрочного цикла вверх, мы, получается, по этой структуре будем переписывать максимум, который у нас было в 8-м году, там почти 150, пойдем там на 150-200, куда-то вот в область, там, допустим, где-то там к 25-му году, условно говоря, плюс-минус, и тогда, получается, вот у нас начинается, значит, такая первая волна вот этого длинного такого цикла, и тогда здесь все равно должна быть коррекция. Коррекция, причем, если это достаточно глубокая, либо одна вторая, либо две трети. Даже если взять такой очень скромный вариант, что будет одна вторая, допустим, у нас минимум, значит, 27,5, максимум сегодня по бренду 50 долларов 89 центов, ну, мы округлим это, у нас получается, на группе 23 доллара, ну, с небольшими, там, с копейками, с центами, берем 23, делим на одну вторую, делим, а умножаем на одну вторую, получается 11,5 долларов. То есть, получается, от вот этих 50 долларов 89 центов должна быть коррекция, как минимум, на 11,5 долларов вниз, то есть, это у нас получается на 39 копейки. Это вот первый сценарий, что у нас должна быть коррекция в ближайшее время по нефти. Почему в ближайшее время? Потому что нефть очень сильно зависит от доллара, доллар у нас укрепляется, потому что ФРС тут опять всех напугали, в начале года пугали, тем, что ставки повышать не будут, в ближайшее время теперь всех пугают, тем, что ставку в июне повысят, то есть, вот такие сигналы от ФРС поступают, и если в январе, феврале, марте доллар все продавали, издавлялись, то теперь все начинают доллары покупать, закупаются долларами, потому что, вот, вроде бы, ФРС созрел для повышения ставок. И, соответственно, если доллар растет, то это плохо для нефти, и наоборот, если доллар падает, то для нефти это хорошо. Поэтому здесь, получается, вот у нас от доллара издавлялись, в январе, феврале, в марте, в апреле нефть росла, а сейчас в мае стали доллары закупать. Для нефти это плохо, поэтому получается, что вот и фактор доллара, и фактор коррекции указывают на то, что вот такая цель у нас на горизонте, 39 как минимум, а то и даже, возможно, ниже, как, допустим, 33, если 2 трети. И тогда второй сценарий у нас есть. Это вот первый сценарий вниз на 39 плюс-минус, второй сценарий это у нас уже, когда вообще у нас все будет плохо, то есть, вот, пытались там договориться в начале года, чтобы добычу не увеличивать, но в итоге, допустим, там, Саудовская Аравия решила добычу увеличивать. Или, допустим, там, в Америке сланцевые компании стали опять добывать больше. Оказывается, изменения. И вот, отчеты Бейкер-Хьюз показывают на то, что вот в пятницу, завтра будет на насчет Бейкер-Хьюз, нефистермистная компания, которая активно работает в США и в Канаде как раз ими сланцевыми компаниями в первую очередь. Их отчеты показывают то, что вроде бы уже цена на них такая находится на приемлемом уровне, чтобы опять добыча увеличилась нацевеками. Потому что на минувшей неделе не было сокращения числа буровых, по Бейкер-Хьюз, а даже, допустим, в Канаде по Бейкер-Хьюз встреча на месяц опять буровых встроек были. То есть в апреле было 10, а сейчас уже 15. Соответственно, канадские производители нефти, они считают, что текущий уровень они очень хорошие, соответственно, надо добычу увеличивать. Поэтому лечить добыча – это плохо дектировка. Вот, допустим, Саудовская Аравия решила, что, скажем так, пропадя, оно все пропадом, все эти договоренности, добыча увеличивает, про раскрываю на всю мощь. Нефть потекла рекой, запасы уже очень высокие, хранилища в Европе практически заполнены под завязку, в Китае то же самое, в Штатах практически то же самое. То есть если сейчас, допустим, нефть покупают не столько для экономики, для производства, сколько просто на четвертый день, запасы, хранилища, то когда хранилища заполнены, куда это у них дела? То есть ее никто покупать особо не будет. Вот покупать именно столько, сколько нужно для экономической деятельности. Соответственно, поскольку хранилища заполнены, здесь получается для ежедневной экономической деятельности столько много нефти не надо. Потому что если мы посмотрим, допустим, на ВВП, то у нас в России, допустим, ВВП со знаком минус, допустим, на Украине ВВП со знаком минус, во многих странах СНГ ВВП со знаком минус, сегодня были данные по Великобритании, ВВП пересмотрели в сторону понижения, завтра по США там тоже первый квартал нехороший, и поэтому получается нигде особо такого мощного роста ВВП-то у нас нет. И, соответственно, раз ВВП у нас либо растет умеренно, либо со знаком минус, то значит для нефти это плохо, если нефть добыча высокая. Соответственно, здесь получается, если такой цена и будет, в самое грядущее время, тогда здесь уже, соответственно, все это плохо для рынка нефти, то есть все эти факторы они плохие, плюс доллар растет, потому что вот ФРС там, ставки повышают или почти повышают, или планируют это делать, потому что не обязательно, что ФРС в ее ставках повысит, они много чего обещали и в 2015 году, что ставки будут повышать там уже летом, а повысим только самые последние заседания в декабре, почти под Новый год. Поэтому обещания ФРС тоже нужно слушать, делить на два, если не на три. Но, по крайней мере, даже если вот этого повышения не будет, то пока что вот рынок на это делает ставку. То есть рынок очарован долларом, вот этими очарованиями рынок живет, соответственно, очарования по доллару, они для нефти всегда сказываются плохо, негативно, и поэтому вот здесь такой сценарий получается, что тогда мы пойдем на новый минимум, то есть пойдем ниже 27,5. Допустим, куда-нибудь на 20, это психологическая отметка, и плюс 20, это такой критический уровень по себестоимости для многих американских компаний, тогда они уже прекращают много свою работу, закрывают производство, соответственно, здесь уже, получается, опустились до такой критической точки, где уже дно, и, соответственно, там уже начинается такой вот уже глобальный тренд вверх. Поэтому сейчас, если коротко все это резюмировать, получается, у нас, если даже тренд начался такой длинный вверх, глобальный, то мы все равно будем корректироваться, либо у нас еще тренд нисходящий не завершился, мы тогда падаем до конца года, а там уже в конце года тренд завершается, либо в начале следующего года, и после этого уже мы так вот движемся, на мой взгляд, вверх в течение 9 лет. Вот такой мой взгляд по нефти, поэтому я ожидаю, вот в самое дальнейшее время, там, с минуты на минуту, с дня на день, что нефть пойдет на 39, как минимум, а возможно, даже ниже, там уже будем смотреть. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание, мы завершаем наш вебинар, желаю всем успехов, как по торговле нефтью, так и вообще в целом по торговле по другим инструментам, и не забудьте, что у нас на будущей неделе четверг вебинар по китайскому юанию, тема такая редкая, мы не проводили таких еще вебинаров по китайской экономике, по юанию, и вот как раз на следующей неделе мы с вами такой вебинар проведем. Будет очень интересный вебинар, будет много графиков, корреляции, приходите, будет много очень интересной и полезной информации. Еще раз благодарю всех за внимание, желаю всем успехов, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok